Добрый день! Хочу рассказать об общем лечении в центре Б.Р.Давид. По приезду нас встретил работник центра, его зовут Алекс. Он довез нас на временное место жительства по данному адресу. По прибытию мы связались с Давидом, сообщили, что мы прилетели. Он нам сказал, что в 9 часа мы были уже готовы, заберет нас водитель, работник центра. По прибытию мы попали на сезон дождей, было очень сыро и прохладно. Мы с сыном простыли, начался кашель, сопли, насморк. Вот это все. С собой мы взяли дождевики и кучу таблеток. Кстати, можете брать все, что вам нужно. На следующий день нас забрал Алекс, отвез в центр. Нас встретил мужчина, который приехал с семьей на лечение с Украины. Мы сразу познакомились, он начал все объяснять и что и как разъяснять. В один центр мы увидели Давида и на душе стало сразу же спокойно. Сразу же отпустило тревогу, страх, беспокойствие. Вот это все. Обняв Давида, прям такое чувство какого-то. Вот все, все. Попали в волшебнику и волшебнице Есефе. В центре много было детей и родителей. Они были из разных стран. Мы все познакомились. Мы со всеми познакомились. Дальше мы попали на стол к доктору Аркадию Тверскому и получили массаж. Я видела на YouTube канале, как он делал массаж и всегда говорила, не дай Бог на такой массаж попасть. Но это случилось. Получили этот массаж. После этого массажа мы долго отходили, конечно. Но по окончании лечения мы уже привыкли к этому массажу и уже было совсем не больно. То есть это был очень даже полезный массаж. Вот. Спасибо доктору Аркадию. Очень тоже волшебник, знающий свое дело. Спасибо ему огромное. Вот. Далее мы попали доктору Акасафу на иглотерапию. Он находил болевые точки и ставил иглы. Моему сыну поставили магнитики на уши, на ноги, на спину. Так как он и давал ставить. И иглы. Далее тоже Акасаф очень такой знающий свое дело. Спасибо ему огромное. Волшебник. После его иглотерапии прям расслабление такое облегчение. Спасибо ему огромное. Дальше. Дальше мы попали в руки волшебницы СФ. Мы зашли сначала с сыном. СФ просканиров сына Айдоса сказала, что у него нет аутизма. У него задержка психоречивого торможения. Так как головной мозг был поврежден из-за многочисленных наркозов. Вот. И посоветовала нам сесть на диету. Есть риск диабету. Вот. Далее она сказала, что Айдос простужен, простыл и дала нам сироп от кашля. Тоже сироп очень такой был волшебный, что на третий день кашель пропал после этого сиропа. Вот. И после приема сына я сама осталась у Иосифы на приеме. Вот. Она меня тоже просканировала, сказала, что у меня какие болевые места. Вот. Хочу рассказать, что у меня горло першило на тот момент. Страшно кашлять хотела. И то, что меня удивило, когда мне так сильно хотелось кашлять. Она вот ставила свои руки на мое горло, да. Вот. Так сильно хотела кашлять. Она вместо меня кашляла. Я вот удивилась, как можно вот через себя все это проводить. Вот. Я вообще удивлена была. Она нас вылечила с сыном. Мы на третий день уже ни кашля, ни насморка, ни соплей, ничего у нас не осталось. Вот. Далее. Я так удивилась к великодушию Давида. Спасибо ему огромное за его творение. Он человек от Бога. Веселых, волшебница, Асав, Шлома. Кстати, я хочу рассказать о приеме к Шлому. Вот. Волшебник костей. Можно его так назвать даже. Вот. Поставил нам всем косточки по местам. У дочи было искривление немножко таза. Вот. Он поставил до конца, до окончания лечения. Он все поставил на место. У него был горбик такой небольшой. То же самое. Это все, все косточки по местам всем поставил. У меня самой спина болела. Спина перестала болеть. У мужа тоже спина перестала болеть. Сын когда ходил, он его всегда как бы раскидывал по сторонам ноги. Вот. Боялся бегать. Сейчас более-менее. Вот. Сейчас более-менее начал прямо ходить. Вот. Спасибо ему, доктору Шлома, волшебник костей. Вот. Дай ему Бог здоровья. Далее мы попали на прием к Марине. А Марина очень колоссальная. Говорю. У этого врача. У Марины у нее такая аура очень чистая. И прям чувствуешь, когда человек доброжелательный. Веет только добром. Светлый человек. Вот. Спасибо ей тоже огромное. Все сыны. Мы трое вычистились. Было так легко. Во всем плане. План. Во всем. Вот. Сына мне я не повела. Потому что у него родовая травма. Ну, родовая проблема была на колоскопию. Да. Вот. Спасибо ей огромное. Далее. Помимо этого мы жили около базара. Вечером ходили на базар, на прогулки. Старый город ходили. Первый день, конечно, когда мы пошли в старый город. Сын плакал. Истерил. Потому что много людей было. Но потом, через недельку, он уже сам ходил. Все рассматривал. Везде ему было интересно. Перестал истерить. То есть, ребенок менялся на глазах. Вот. Ждали мы всегда автобус 72-й. Там остановка была. Но в данной остановке не было стуль этих скамеек. Вот. Стояли. Всегда. Первые 2-3 дня он истерил. Потому что не хотел так долго ждать. Он всегда бежал к автобусу. Любой автобус, он бежит к нему. Через неделю. Через неделю мы просто стояли. Я ему просто говорила, айдос. Это не наш автобус. Мы еще ждем. Он тихонько дальше стоял, смотрел на нас. Ждал. То есть, тоже в этом плане изменения. Дорогу уже выучил доктору Давиду. Когда мы с остановки до центра, он сам бежал уже в центр. Вот. Там по лестнице сам забирался. В общем, не истерил. Истерики уменьшились. Вот. Далее. Во время лечения у сына, у сына были такие изменения. Он много потел. Потливость была страшная. Много писел. Вот. Хотя он так много воды не пил. Но без конца ходил в туалет. И у него открылся жидкий стул. Вот. Жидкий стул у него было прям две недели подряд. Прям вот так. Исэфа сказала, чтобы мы не беспокоились. Это все, что не нужно, это все у него выходит. Кстати, у нас тоже самое было. Жидкий стул. Потливость. Это тоже. Я Исэфа как сказала, что это все во время лечения. Это все, что не нужно, все негативы, все болезни. Это будет через фотовыделение, через все, что возможно, и будет все выходить. Далее работник центра Андрей нас забрал на экскурсию. На экскурсию по святым местам. Очень получили такую колоссальную энергию. Отдохнули. На Мертвое море возил. Вот Андрей, он как бы книга истории, я скажу. Историческая книга. Все, что не спросил, он все знает. Все расскажет. Очень такой грамотный работник центра. Я говорю же, вот он. Книга, историческая книга. Все, все, все прям досконально. По датам, по годам. Все, все расскажет. Ему тоже отдельное спасибо. За то, что нас терпел. Наших истерик, наших капризов. Вот. Огромное спасибо вам. Дай вам Бог здоровья. Наши волшебники. По приезду мы, по приезду у нас как бы целый месяц у нас была истерика. У нас у всех четверых. Вот. Так с любовью вспоминаем Израиль. Город Иерусалим. Особенно наших волшебников. Прямо охота к ним поехать. Дай вам Бог здоровья. До скорых встреч. До скорых встреч. Редактор субтитров А.Семкин. Корректор А.Кулакова Корректор А.Кулакова Корректор А.Кулакова